Валерий Седов Трехдневные выборы губернатора жителей Рязанской области восприняли с одобрением. Ну а в самом деле пятница, урожай, дача. Видимо, поэтому стартовала кампания в области довольно бодро. Уже в первый день свои голоса отдали 30% избирателей. За два следующих цифра прибавила еще и остановилась на вполне общероссийском показателе. Выборы губернатора можно назвать состоявшимися. Они прошли полностью в правовом русле. Явка у нас 42,93%. По результатам у нас на первом месте Павлович Малков. Он набрал 84,55%. На втором месте Сидоров. Он набрал 5,68%. На третьем месте Репников. 3,6%. На четвертом месте Рубина. Единственная женщина у нас была в избирательном бюллетене. Она набрала 2,68%. И Парсентьев набрал 3,21%. Сам победитель Павел Малков вполне демократично проголосовал на избирательном участке в седьмой школе. В официальный день, 11 сентября. Сделал это днем и даже успел призвать рязанцев прийти на участки. На мой взгляд, всегда надо участвовать в голосовании. Вот сколько в моей жизни было выборов, я всегда свой голос обязательно отдал. Потому что на самом деле мы с вами выбираем будущее. Мы выбираем развитие, направление, по которому будет двигаться. Каждый раз выборы разные. Разный объем вот этого принимаемого решения. Сейчас, по сути, мы выбираем, как будет развиваться область. И считаю, что каждый должен отдать свой голос. Павла Малкова услышали в аграрных районах. Самым результативным для кандидата номер один стал Александр Невский. Здесь у Малкова 94,5% голосов в поддержку. В Михайловском – 92%. Здесь, в Скопинском районе, самая большая явка – 84%. Арифметика вообще получилась занимательной. В самой Рязани, у теперь уже точно губернатора, самая низкая поддержка избирателей. Если об этих цифрах вообще можно так говорить. 77% поддержки. И этому есть объяснение. Наименьшая явка, она в городе Рязани, а именно в Московском районе, в городе Рязани. Составляет 23,05. Чуть побольше в Октябрьском районе. Это 27,09. Если мы берем города, то мы видим, что в городе Касимове явка 42%. Стасово у нас немножко здесь повыше. Позитива в эту избирательную кампанию было больше, чем негатива. Те же цифры красноречивы. В 2017 году явка была 36%, в этом – 43%. Жалоб на нарушение было 25%, но в реальности члены избиркома разбирались только по одному случаю. Никаких эксцессов, никаких обид, разрыв между кандидатом от власти и его соперниками-спойлерами – пропасть. Учитывая, что, по сути, эти, скажем так, претенденты избирательную кампанию вели вяло, результат закономерен. Весьма. Благоустройство лесопарка завершено. Общественная приемка пройдет уже в ближайшее время. В управлении благоустройства города уточнили, что осталось доделать детали. Например, установить птичьи кормушки. Теперь в лесопарке есть новый асфальт, велосипедная дорожка, информационные стенды, скамейки, урны, фонари и уличные музыкальные инструменты, ксилофоны. Есть идея также установить за мостом детскую площадку. Напомним, лесопарк стал одним из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы должны были завершиться к 31 августа. Их стоимость – порядка 51 миллиона рублей. Подрядчиком работ по благоустройству лесопарка в Рязани в 2022 году стало ООО «Техногрупп». 10 сентября в Академии ВСИН России приняли присягу почти две сотни курсантов-первокурсников. Почетными гостями праздника стали их родители. До начала мероприятия с ними встретился начальник Академии Сергей Никитюк, его заместители по направлениям деятельности, начальники факультетов и курсовое руководство. Присяги! В этом году на верность Родине присягнули 186 первокурсников, достигших 18-летия. В торжественной церемонии принятия присяги приняли участие представители органов государственной власти и управления региона, правоохранительных органов, духовенства, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза. Родоначальное место присяги был ученым первым. Шли годы, время, не тянуться только место присяги, но неизменным оставались слова, которые определяли клянку на верность, на верность дорогу, на верность государства. С 2018 года Федеральный закон о прохождении службы уголовной исполнительной системы был выполнен текст присяги, который сегодня будет произнесен курсантами первого курса. Уважать и защищать права и свободу человека и гражданина. Быть мужественным, честным и бдительным. В полной мере использовать свои знания и навыки в деле исполнения уголовных наказаний и обеспечения безопасности Российской Федерации. Родные и близкие виновников торжества получили возможность задать вопросы руководству учебного заведения и своими глазами увидеть, как проходил курс молодого бойца. В течение всего месяца проживания первокурсников в загородном учебном центре вместе с ними за маленькими победами наблюдали сотрудники информационно-технического отдела. Лучшие кадры учебных будней легли в основу видеофильма, который подготовили специально для родителей. Помимо родных, с честью нести службу первокурсников поздравил первый заместитель председателя правительства региона. Вузу практически 90 лет. И на этой племени арестировано огромное количество профессионалов и настольных платников. Академия подготовила более тысячи тысячи высокополифицированных специалистов. Среди них сотрудники уголовной выполнительной системы, сотрудники ФСБ, МВД, Возгвардии, и другие органы безопасности. В академии сформированы научные картеры и потенциалов. Сделаются современные технологии обучения. Ежегодно обновляется взгляд техническая опасность. И, конечно же, здесь работают замечательные переработники. Удивки не преданных своему делу. Уверен, что и вы в городе достойно продолжите все платные проекты и выводы. Служба в ОФСИН большая ответственность. И на сегодняшних первокурсников она свалилась довольно рано. Однако для каждого надевшего форму – это осознанный выбор пути. Для гостей мероприятия было организовано показательное выступление группы быстрого реагирования и взвода девушек-дурабанщиц. После торжественной церемонии принятия присяги родители получили возможность поздравить своих детей и посетить молебен в храме в честь преподобного Сергия Радонежского, установленного на территории академии. Пока Рязанская область голосовала на выборах губернатора, футбольный клуб из столицы региона провел матч со своим прямым конкурентом за попадание в шестерку первых в турнирной таблице. В Рязань приехала команда Строгино, до этой встречи опережавшая подопечных Дмитрия Сережкина на два очка. Поэтому победа рязанцам нужна была как воздух. Матч со Строгино прямым конкурентом за попадание в шестерку лучших для Дмитрия Сережкина в плане подготовки был одним из самых сложных. Для сохранения свежести ему пришлось применить ротацию состава. В запасе, например, остался главный бомбардир команды Вячеслав Пурак. Дело в том, что уже скоро у Рязани сложный кубковый выезд к Пересвету, а тут еще и на ровном месте получили гол в самом начале. Егор Шульга дезориентировал Леонида Балаганского дальним ударом и гости повели. Впрочем, ненадолго. Рязанцы усилили натиск. На 27-й минуте Ислам Явлоев в одиночку разобрался с защитниками и буквально расстрелял ворота гостей. А на 41-й минуте изящную трехходовку завершил Муслим Бомадгиреев. 2-1 к перерыву. Большая игра, наверное, проходила в середине поля, где много было борьбы, единобор стыков, желтых карточек. То есть такой накал сегодня в матче присутствовал. Но, наверное, без больших опасных моментов у ворот. Первая половина матча выдалась веселой и результативной. Во второй болельщики были вправе ожидать продолжения, но кроме красивых вратарских сейвов, голов они больше не увидели. Эти такие нужные три очка позволили рязанцам обойти Строгино и ворваться в заветную шестерку. Соперник хороший, играющая команда, поэтому постарались сыграть более надежно. К сожалению, те моменты, когда перехватывали мяч, не доводили до ума все. Так бы могли создать больше моментов. На Кубах России рязанцы делают большую ставку, поэтому выезд в Домодедово на матч с Пересветом будет для них определяющим. Встреча пройдет 14 сентября. Это так называемый путь регионов. 10 сентября в Рязани прошел музыкальный фестиваль под названием «Русское лето». Алиса Доценко, «Зверобой» и легендарный коллектив 7Б. Это часть насыщенной программы. Как прошел фестиваль, расскажем далее. Мы с собой обязательно споем. Музыка прольется сквозь рассвет. На сцене «Зеленого театра» группа «Легче». Рязанский коллектив выступает практически с самого старта фестиваля «Русское лето» в самый разгар выходного дня. Помимо музыкальной сцены, фестиваль привлекает интерактивными площадками. Первым внимание переключает шоу с экстремальными силовыми номерами. Здесь спортсмены перетаскивают огромные тяжести, не переворачивают, а рвут толстенные календари. В общем, работают на пределе человеческих возможностей. «Много площадок спортивных интересных. Поэтому я думаю, что этот фестиваль найдет своего зрителя, если каждый проведет здесь время хорошо и душевно». Рязань – это только один из городов, который принимает фестиваль. Всего «Русское лето» придет в 19 городов в пяти федеральных округах. Поэтому и пришли в парк как обычные рязанцы, так и чиновники. Павел Малков прошелся с экскурсий по всем точкам, а Татьяна Памфилова прибыла на фестиваль с другого мероприятия. «Сегодня утром я принимала присягу у ребят, которые пришли в наше училище ВДВ. Вы знаете, что Рязань – столица ВДВ. И вот тот трепет в груди, который был при том, когда молодые люди клянутся в своей верности отчизне, в верности защищать свой народ и свою страну, вот это, наверное, такое сегодня главное чувство, которое я принесу в свою семью». Одни из организаторов фестиваля «Русское лето» – общероссийский народный фронт. Поэтому и был на площадке «Стенд-Он-Ф», где можно было передать свои пожелания бойцам СВО. Как говорят представители народного фронта, моральная поддержка парням очень важна. И добавили, что любое записанное обращение попадет в нужное место и нужное время. Спустя час от старта фестиваля уже появилось 30 таких обращений. За все время работы площадки в несколько раз больше. «Фестиваль организован в поддержку наших ребят, которые сейчас находятся на территории специальной военной операции. Сюда приглашены коллективы тех людей, которые, собственно, в этой тематике. И можно здесь наблюдать очень много десантников, очень много ребят военных и людей, неравнодушных к этой истории». Хедлайнерами стали две музыкальные группы – «Семьбэ» и «Зверобой». Артисты согласились участвовать сразу. И в каждом городе исполнили свои хиты в стиле фолк, гранж и блюз-рок. «Нас пригласили, мы с радостью откликнулись. Здесь все наши побратимы, здесь среди артистов, те, с кем мы привыкли встречаться в горячих точках, например». Завершила фестиваль группа «Семьбэ». «Молодые ветра», «Полковник», «Осень» – эти и другие хиты прозвучали со сцены «Зеленого театра». Как рассказал лидер группы «Семьбэ» Иван Демьян, в каком бы городе группа ни выступала в рамках фестиваля, везде чувствовалась единая сила. Это сила любви стране, энергетика патриотизма. Такой фестиваль, по мнению организаторов, очень важен, потому что дает людям энергию, которая их объединяет. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин